Телерадиоканал Вы поймете, кто у нас в гостях, я представляю, и потом этот человек даст, наверное, даст шуму. Друзья, у нас в гостях сегодня музыкант, барабанщик, директор фестиваля драм-фест Раша Иван Биллингий. Ваня, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Ваня, ну ты, конечно, жжешь просто. Вы бы слышали, какая у нас была сейчас репетиция. Да, чего слышали? Слушайте, я вам все расскажу. Я же люблю всех сдать. Я сейчас всех сдам. Я вошел сюда, думал, подготовлюсь к эфиру, прям в студии. Потом я понял неправильность, абсолютно ошибочность этого решения. Пошел спокойно в гримерку и пришел за 30 секунд, потому что здесь невозможно было находиться. И, слава богу, у меня есть такая штучка, такая, оп, я могу все сделать потише, вся в ушах. Да, Ваня, да, ты там все тебе жару. Ваня, ну ты как? Как настроение? Слушайте, настроение просто прекрасное. Как и твой инструмент. Да, инструменты сегодня просто со мной тоже чумовые. Очень круто звучат. И когда, в принципе, инструмент звучит, на котором ты играешь, это для музыканта просто как услада на душу. То есть это кайф ты получаешь невероятный просто, когда прекрасный звук. Слушай, Ваня, ну не все смотрят. Во-первых, сейчас не все смотрят, не все видят. Кто-то, может быть, слушает нас и едет домой в пробках и прочее. Ты вот объясни, что за инструмент. Для меня барабан и барабан, понимаешь? То есть я вот такой человек. И ты можешь музыкально демонстрировать сюда, чтобы тебя слышали. Хорошо. Значит, я сегодня с собой взял барабанную установку фирмы MAPEX. Ее нам любезно предоставил музыкальный магазин, музыкальный арсенал. Тарелки у меня сегодня фирмы Arbore. Я являлся раньше их артистом. И вот они мне остались на память, я считаю, то есть они очень здоровы. Их артистам? То есть если артисты прямо производят тебе тарелок? Да, да, да. То есть музыкальный мир, он так же, как и шоу-бизнес, он полон своими партнерами, также своими артистами, именно углубленные по инструментам. То есть не такой, как обычные люди принимают его. А именно вот только, например, в ударной среде есть множество компаний международных, которые выпускают просто чумовые инструменты. И у каждой этой компании есть представители, лица, которые лучшие барабанщики, которые играют именно на этом инструменте, именно этой фирмы. То есть у одного барабанщика может быть вообще до семи партнеров, спонсоров, которые ему все предоставляют. Слушай, Вань, ну и делай что-нибудь вот так, как ты нам играл, чтобы люди зажглись. Они же сейчас пробки едут, прикинь, как им хочется вечеринки, пятницу. Кто-то носом клюет, может быть такое? Чтобы кое-что не пить. Чтобы, да, взбодриться. Я потише пока сделаю себе в ушах. Давай, Ванечка, давай. Значит, барабанная установка, она состоит из... Почему, собственно, это название? Она состоит из нескольких барабанов. Так. То есть это не один барабан. Это, как правило, большой барабан, который дает басовый звук. Вау, вау, вау. Да-да, мы поняли, мы поняли, Вань, мы поняли. Да круто, а чего это? Это малый барабан, который всегда ему отвечает. То есть если басовый звук у нас обычно дает толчок музыке, именно вот эта вот первая доля, то малый барабан, он отвечает ему. Он всегда играет на вторую долю, либо как бы оттягивает пульсацию. То есть если вы знаете такое выражение «грув», Да, ну как качаешь, да. То есть когда можно послушать хип-хап 90-х, то есть или как сейчас... Ну так же в танцах учат по такту так качать. Да-да, как сейчас делают такие музыканты, как Ди Энджела. То есть у них этот грув, он создан именно как раз-таки на малом барабане. Когда он играет не просто ровно вдоль, а раз-два-три-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре-четыре- Круто, круто. Ваня, у меня знаешь, какой вопрос? Ты сейчас перейдешь к следующим вот этим барабанам, которые ты сюда притащил. Естественно, мы по ним тоже прослушаем. Скажи, ты со всеми соседями уже поссорился или нет? Я нет. Они кровные твои враги или как-то приходится взаимодействовать? Или они даже музыканты? Вы знаете, для меня барабанов дома вообще не существует. Для меня дом — это мой дом, где я стараюсь не держать музыкальных инструментов пока что. Причем потому что... Дабы никого не раздражать. Дабы себя не раздражать, потому что я живу музыкой 24 на 7, и когда я не дома, я живу ей физически. Когда я прихожу домой, я живу ей душевно и визуально. То есть мне хочется немножко отдохнуть от физического контакта, запустить себя знаниями. Я понял, дома ты только ночуешь. Смотри, Вань, у нас здесь... А это наш дом, ты понимаешь? Страна ФМ — это наш с Лизой дом, поэтому сейчас песня, никаких барабанов, и мы возвращаемся. Страна ФМ Действительно, действительно. Страна ФМ 89,9 в Москве, 102,0 в Санкт-Петербурге, 742-я кнопка в Триколоре. В интернете, собственно, страна.фм везде, ну, наверное, кроме какой-нибудь там Северной Кореи. Ваня, Ваня с нами сегодня здесь, Ваня с барабаном, Ваня не один, Ваня уже дал опробовать даже Лизе, и мы как будто бы сделаем вид, что она это будет в первый раз. Нет, она уже пробовала. Да-да, мы покажем это в эфире. Вань, ну все-таки ты директор фестиваля Драмфест Раша. Вот подожди, не так, не так. Народ же может приобщиться. Не так, не так. Вань, что пришел? То есть, представляешь, люди включают телевизор, радио. Тут-то мы расплываемся в комплиментах перед барабанами и Ваней. Ну да. А повод-то какой? То есть, чего? Перепал в стороне ФМ барабан? Вы знаете, повод у нас, конечно, очень такой веский, серьезный. Масштабный. Масштабный. Давай-ка. Масштабный повод. Я, во-первых, прежде всего здесь рассказать о том, что такой вот существует барабанный мир, он очень обширный. Рассказать о том, что барабаны, на самом деле, это неотъемлемая часть ритма и барабаны нашей жизни. Потому что все, что вы слышите, на самом деле, звуки и так далее, и так далее, и так далее, это все всегда действует в определенном ритме. Так. Да, Ваня сейчас из драйв не проводил. Он меня на эту, опробовал, мой ритм. На тебя опробовали уже здесь? Да. Спасибо. Потому что через установку надо понимать, как ты ритм слышишь. Например, у меня была даже такая ситуация, барабанщики, они же всегда в ритме, всегда в музыке. У меня была, наверное, у многих барабанщиков тоже такая ситуация, ты просто идешь куда-нибудь в наушниках музыка, и ты не можешь идти ни в такт, ни в долю, то есть шагаешь. И, соответственно, если песня быстрая, бывает, что надо просто идти мелкими шагами очень быстро. И то есть я пару раз на себя на этих моментах ловил, потому что у меня просто мозг отключался, я просто иду, музыку заслушался, иду, и понимаешь, что я как-то неудобно иду, мне неудобно так идти, а понимаешь, что я просто иду в такт. Слушай, а если перебивка внутри трека, то есть ты делаешь так, тададададам ногами, да или как? Нет, нет, только-только вдоль, только когда пританцую, делаю перебивку, потому что танцы, они же так же, они на самом деле неотъемлемо связаны с барабанами. Вань, потерял начало, я вопрос, а подожди, чего ты пришел-то, вот вопрос. Рассказать о том, что... Вот! Рассказать о том, что как вообще барабаны влияют на нашу жизнь, как можно проводить крутые фестивали барабаны, где люди приезжают, общаются, получают новые знания. Приобщаются. Приобщаются к этой культуре. Вот, соответственно... И столица тоже не обошел весь этот огромный мир нашу, Москву. Столица, столица это зарождение всего-то из этого. Вот, и сейчас что проходит? Сейчас у нас проходит международный фестиваль-конкурс «Драмс Фест Раша». У нас проходит в восьмой раз. Круто. Начинали мы буквально в подмосковном городке, маленьком городе Видное. Восемь лет назад. Восемь лет назад. Так, урод дома, города Видного. В доме культуры такой, то есть было Советского Союза еще, дом культуры. К нам приехало буквально на первый раз. А, к нам приехало буквально сорок заявок. Сорок заявок у нас было. Это на три номинации у нас было. И вот с этого момента мы начинали. И вот из этого дома культуры мы переросли. Мы переросли в Москву, в центр Москвы. Мы проводим этот конкурс пять дней в Музее Москвы на парке культуры. В самом сердце, да. Сколько заявок сейчас? Сколько вообще народу? 150 заявок у нас. 150? Народу у нас от... Это все профессиональные музыканты? Да, это все профессиональные барабанщики. С 15 по 19 мая все это идет. 150 барабанщиков. Ваня! Нет, не 150 барабанщиков. Ваня, подожди, Ваня, подожди. В честь этого песня, вот сейчас, и мы продолжим. Страна FM. Вы думали, мы разошлись, а нет, все здесь. Вы знаете, барабан здесь, Ваня здесь, Лиза здесь и Майк Войс тоже здесь. Да, друзья, и мы напомним, что сейчас с 15 мая по 19 мая идет очень крутой международный фестиваль у нас в Москве, к которому можно присоединиться. Завтра, я настолько понимаю, будет такой эпогей парад ударных инструментов. Ваня, поправь меня, если что. Драм-спресс-драша, это и... Парад это всех поставят на тележке и поведут. Драм-спресс-драша, да, фестиваль такой идет. Скажи, Ваня, мы остановились на том, что 600 крутых музыкантов-барабанщиков приезжает к нам в столицу со всего света, и даже больше 600, да? Да, уже больше 600 у нас участников, не только конкурсантов. С ними приезжают их преподаватели, приезжают ансамбли барабанщиков. То есть у нас есть оркестры, у нас только 6 оркестров. Участвуют, будут соревноваться за главный приз, это путевка в Калининград. За это стоит побороться. За это стоит побороться. У нас 11 номинаций, которые судят международные члены жюри, лучшие барабанщики. Завтра 600 барабанов дадут шуму. Завтра будет не 600 барабанщиков, но я думаю, что выступят около 300 барабанщиков за весь день, потому что у нас будут идти сразу 4 номинации в этот день. У нас будет сразу в нескольких залах идти разные номинации. Это все в музее Москвы? Будут мастер-классы ведущих барабанщиков России и мира. У нас приезжают такие звезды, как Каз Родригес. Не, ну если Каз Родригес приехал, я верю. Каз Родригес, это самый известный барабанщик, который пишет музыку специально для барабанщиков. Композитор. Да, композитор. Он сам очень крутой барабанщик, он играет с крутыми международными артистами. Я, к сожалению, не помню, какие это артисты, но посмотрите на его инстаграм. Это стадион, установка стадиона, это его работа. То есть он выступает только на стадионах, он пишет музыку. И вот в компании с ним у нас сидят такие барабанщики, как Давид Сагаманянс. Это лучший барабанщик России. Он работает с артистом Blackstar Mod. То есть также у нас классические барабанщики и зарубежные. Ну понятно, что крутые все профессиональные музыканты будут, это точно. Смотри, а вот есть такие люди, которые никогда этим не увлекались, они далеки. Вот им почему будет интересно? Есть у нас такие люди, которые у нас есть самоучки, участники, барабанщики, которые сами себя обучали. Это непрофессионально учатся. Есть у нас также посетители мастер-классов, которые... Мастер-классы будет обучение такое? Мастер-классы — это обучение, разговор, то есть от наших членов жюри, артистов приглашенных. Они играют, потом отвечают на вопросы, рассказывают о себе, как они что делают. То есть это такое познавательное обучение. Но это для любого человека, который захочет просто туда прийти. Да, для любого человека, который хочет узнать, что такое там ударная установка. Человек шел в парк культуры, в парк Горького, шел, слышал шум, перешел в садовое кольцо. Сначала он может увидеть, как соревнуются барабанщики у нас на сцене, которая у нас построена прямо внутри двора музея. Потом он может подняться на музыкальную выставку барабанных инструментов, который у нас находится в красном зале. Приобщиться. Да, то есть там выставили наши партнеры, ведущие музыкальные магазины и бренды нашей страны. Все, не называй их, Ваня, я уже уволен за столько брендов. Да, и, соответственно, там вы можете ознакомиться с наиболее обширным разновидностью данных инструментов. Ну и попробовать. И попробовать, соответственно, сразу же. Ваня, у нас 10 секунд, отбей нам песню, пожалуйста. Отбей, давай. Дорогие друзья, вы, наверное, видите, я чуть-чуть, чуть-чуть отодвинулся подальше от барабанов. Собственно, ничего не меняется у нас на телерадиоканале. Потихонечку Лиза отжимает все и у всех в эфире. Рэкет. Теперь она уже сидит за этими самыми барабанами напротив меня. Ваня, мой учитель. Я отодвинулся, чтобы ничего. Я просто понимаю, что у нее будет первый раз, сейчас что-нибудь полетит, отлетит в меня и прочее. Так, я первый раз в жизни сижу за барабанной установкой. Ваня, она прошла технику безопасности, она вот понимает, что... Она все, я ее... Ты рассказал, сколько это стоит, самое главное. Я, если что, не готов за нее заплатить. Я бедный человек. Ладно, ну все, подожди, Ваня. Я, короче, на каблуках, между прочим, все это делаю. Это вообще все экстремально. А так нельзя, кстати, нельзя на барабанах? В каблуках никто не играет. Не играет, да? Нельзя на каблуках. Мне кажется, первая девушка, которая играет в каблуках. Ой, последняя. Ну все, без шуточек. Так, давайте. Я обучаюсь. Значит, мы начнем просто... Я покажу вам самый простой ритм, самый первый, который барабанщик делает. Да, и самый простой, он ко мне на вы. Вот. И, соответственно, все всегда очень просто. Если вы не знаете нот, то можно любой ритм разложить на... Без если, Ваня, не надо, без если. Не знает нот, господи, что ли. Не знает нот, любой ритм можно разложить на счет. В данном случае у нас четыре счета получается. Раз, два, три, четыре. И на каждый из счетов нужно нажимать просто определенной конечностью тела. О, это она любит, так. В данном случае у нас будут задействованы одна правая нога и две руки. Так, не перепутай, я знаю для тебя это иногда. Левую я ставлю. Левую вы ставите на педаль. Все, я левую ставлю на педаль. Я просто комментирую всем. Значит, правая нога у вас бьет на счет раз. Еще раз? Это я. Так, малый барабан, вот этот, левой рукой бьет на счет два. О, класс. Большой барабан бьет на три. Большой это вот этот? Да. А как его бить? Нажимайте на два. Три. Нажимайте. Пробеленных, знаете, левой рукой четыре. В течение остается, мне кажется, Лиза могла бы быть мамой Ивана. Раз, два, три, четыре. Поэтому там все на вы. А правая рука бьет в сварелку хай-хэт. Вот сюда? Хай-хэт. И мы ставим, так перекрещиваем свои ручки. Ой, друзья, главное, чтобы нам не осталось. Бьет в каждой из конечностей. В каждой из конечностей? С каждой из конечностей. То есть, когда у вас бьет правая нога, с вами одновременно бьет правая рука. Буду, знаете, комментирую все, что здесь происходит. Сидит Лиза со скрещенными руками и пытается вспомнить, где правая, где левая, и где рука, где нога. И по очереди. Готовы, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два. Да, да. И по кругу. Два, три, четыре. Раз, два, три. Да. А, ну это очень много. Не уставайте, говорю. Это самый простой ритм. Да, и то она не может. Да, я понял. Почему не может? Наши русские частушки. Можно ножку воспоминять? Конечно, пожалуйста. Примерно звучит так. Давай. Или даже тот же ритм Майкла Джексона. Я, Ваня, что помогаю, я сжимаю левый на койте. Мне кажется, мне частушки рассказывали под ритм Майкла Джексона в детстве. Мне больше второй как-то роднее. Да. Ваня, смотри. То есть сейчас вам просто надо играть этот ритм по кругу и главное играть его по здоровью. Вот мне интересно, такие люди, как я, которые вообще первую жизнь сели за барабанную установку, вот через сколько они почувствуют уже эффект? Через сколько они смогут подрабатывать на детских праздниках хотя бы, изображая себя барабанщика? Но если заниматься упорно и усердно, я думаю, что за два года... Это не про нее. Это как спорт. Ага. Если вы выходите в зал, вам надо регулярно заниматься. Ладно, понятно. То есть здесь главное регулярно это делать. Так. Не обязательно это делать там по много часов, как я делал по гонине. То есть по 10-12 часов занимался. Если вы каждый день занимаетесь по два часа хотя бы, час-дире два, у вас будет результат. То есть будет результат уже через год, через два. Ты играешь с трех лет? Я играю с трех лет, да. А как вот так получилось? А у меня династия музыкантов, то есть у меня выбора не было. Нет, а почему так рано с трех лет? Это нормально? Я говорю, у меня просто сел, у меня бабушка дирижер, я подбежал к... Слушай, а вот это, кстати, важный момент, важный момент. Вот какой-то, знаешь, стереотип есть у людей, мол, вот плохо играешь на инструментах, но тогда тебе за барабан. Вот ты сталкивался с таким? Сталкивался с таким, потому что очень много бывает барабанщиков плохих музыкантов. Так. Почему? Потому что барабанщику, так как он держит ритм, очень мало приходится работать именно с музыкальным материалом, с нотным материалом, с гармонией и так далее, и так далее. Так я пока буду репетировать. Поэтому это может... То есть очень много барабанщиков просто этого не знают. И за счет этого музыкантам, которые очень хорошо чувствуют музыку, там гитаристы, басисты, им бывает сложно играть с барабанщиком, потому что он думает и мыслит только ритмами и барабанами, он не мыслит мелодией и композицией. Потому что барабаны — это, на самом деле, основа всего, на которую все накладывается. Если основа будет выше того, что сверху, то есть фундамент будет выше крыши. Вань, ну ты скажи, ну ты почему... Почему тебя не зацепил рояль, в конце концов? Вот почему барабаны... Я немножко играю на фортепиано, я сочиняю на фортепиано. Не, но все равно твой любимый инструмент понятен. Вот он стоит передо мной, понимаешь? Ну почему не скрипка? Почему вот семья музыкант... На скрипке я тоже играю. Вань, все, у меня закончились вопросы. Короче, у нас музыкант с большой буквы М. Так, пока мы несем контрабас, давайте песню мы сейчас будем перестраивать. Час проверим, у нас сигналит будет. Человек на всем играет. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Телерадиоканал «Страна-ФМ» Телерадиоканал «Страна» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, браво! Друзья, завтра вам нужно обязательно прийти в центр Москвы, парк культуры, музей Москвы. Ваня Беленький у нас сегодня в гостях. Директор фестиваля барабанного, который сейчас проходит. И завтра будет просто тысячи таких инструментов. Ребята, вы представили какого-то, знаете, вот такого лоснящегося старика после слова директора, вот этого, знаете. Такого рок-музыканта, я даже не знаю, кто, рок-юк. Директор, слушай, ну директор, да. Парню 20 лет напротив меня сидит. В трех лет играет. А чем ты занимался в 20 лет, дружок? Директор фестиваля барабанчик. Кстати, я на тебя смотрел, когда Люба дорого был смотреть. В конце, кстати, что-то португальское хотелось мне хрикнуть. Не знаю, правда, языка. Но ты скажи, а что я хотел спросить, подожди. А, вот, физическая нагрузка. Я просто на тебя смотрел. Я понял, что фитнес ходить не нужно, Ваня. Ну, то есть, либо наоборот, надо держать себя в форме. Это такое кардио, мне кажется, в форме. Это кардио, конечно же, это физические нагрузки. Но, то есть, бывают и барабанщики, у них физическое... Да жирные, что ты уж выхочешь. Жирные бывают. Я занимаюсь, конечно же, спортом. То есть, я на турничках, я подтягиваюсь. Но это нужно тебе для работы тоже. Просто я люблю заниматься спортом. А, понятно. Не, Вань, да это ладно, ты сейчас и вышивать крестиком, ты сейчас расскажешь, и такой ты весь хороший. Не, спорт я правда люблю, потому что спорт для меня... У тебя девушка есть? Да, есть. Все, на этом реклама за... А есть, подожди, да? Конечно, есть. Что ты? Я уже хотел сказать, вот, пожалуйста, какой парень. Она у меня танцор, кстати. Танцор? Да. То есть, а вы с ней сотрудничаете, получается? Мы с ней работаем вместе над проектами, и, то есть, и любим друг друга. Как зовут? Работаем. Настя, тебе привет большой. Ваня, у тебя клевый. Классный. Ваня, смотри. Тр-р-р-р, мне понравилось. Ты вот сам обучаешь людей? Да, конечно, у меня есть ученики. То есть, у меня мой ученик даже у меня на конкурсах тоже участвует. Ну, вот смотри, а так, можете сказать, вот, если там способный, не способный человек, чтобы играть на барабанах? Либо можно, в принципе, любого обучить? Подожди, а тебе же, когда вот сейчас пускали за барабан, то с тобой тест же вот этот был. Ну, вот просто скажи, как это все делается. Ну, вы знаете, ну, это все дело, конечно же, работы. того, как человек сам приходит. То есть если человек приходит просто для хобби... Ну, то есть не совсем в таланте дело. Да, не совсем в таланте. Тут дело в понимании, чем ты все-таки занимаешься, для чего ты это делаешь. Потому что если ты все-таки не понимаешь, то и делаешь ты это уже неправильно, поэтому результат это будет... То есть не с твоей мотивацией, не с тем вдохновением, что ли? Да, то есть у тебя, соответственно, работать ты будешь не на все 100%, даже на все 130, как должно быть всегда. У тебя немножко будет к этому то есть последственное отношение, и, соответственно, результат, он, как правило, то есть из-за этого отношения результат всегда хуже становится, и люди расстраиваются и перестают. В любом деле, абсолютно. У меня такой еще вопрос. Вот смотри, Миша тебя спросил про физическую подготовку, что вам здесь она не нужна, потому что кардио. А вот когда, допустим, грустно или плохо, или агрессия, вот барабаны помогают это все выплеснуть? Знаете, барабаны — это такой мир, вот когда я играю, я... Такой психолог, мне кажется. Я отключаю все, ни о чем не мысли. Вот если я занимаюсь, я занимаюсь от 3 до 5 часов обычно. Каждый день? Нет, времени у меня так нету. То есть по возможности я стараюсь заниматься, как только вот есть возможность. Занимаюсь во время работы, я работаю в цирке Никулина. То есть я туда в цирк прихожу, там занимаюсь. А что ты там делаешь в цирке? Барабанщик. Сопровождаешь музыкально, да? И я озвучиваю клоунов и весь спектакль, собственно. Вот кто нам нужен, что нас с тобой озвучили здесь. Клоунов нас, понимаешь? Ну вот у Вани и пришел. Ваня, оставайся. Нам это нужно. Вот, и, соответственно... То есть это твоя тоже разрядка такая, да? Да, это разрядка, когда я просто играю, я не думаю ни о чем. То есть я прям специально включаю телефон. То есть я никому не отвечаю, ничего не делаю. Вань, ну ты же не робот, с другой стороны. Музыка — это эмоция. То есть какие-то эмоции ты переживаешь внутри себя, и они выплескиваются в музыку. Хорошие? То есть невозможно же ни о чем не думать. Нет, когда я занимаюсь, я все-таки занимаюсь больше не музыкой, я занимаюсь техническим планом. Музыкой, как я вам сказал, дома я занимаюсь ушами. То есть такое совершенствование идет. Музыкой я занимаюсь ушами и глазами. А когда я играю за инструментом, именно занимаюсь, я занимаюсь техникой. То есть там нет музыки, я сижу медленно, каждое движение надо отрабатывать. Вот смотри, сейчас лукорежиссер медленно сейчас выведет песню. Смотри, как он этим занимается. Опа! Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Дорогие наши друзья, добрый вечер. Лиза Калинина, Майк Вой с вами. И у нас сегодня в гостях организатор, директор фестиваля «Драмфест Раша», музыкант-барабанщик Иван Биленький. Да, организатор другой человек. Да. Смотри, давай еще раз завтра, чтобы люди поняли, самый такой эпогей в центре Москвы. Да даже я уже понял. Будет тысяча музыкантов. Что еще важно нужно сказать? 18 мая с 6 часов вечера будет стартовать всероссийская акция «Ночь музеев». Она начнется именно с музея Москвы. Будет торжественная часть, будут выступать коллективы и будет конкурс проходить барабанных шоу, этнических ансамблей. То есть это такое зрелище, которое всегда прям вау, да, со светом, то есть с водой, там, как барабанщики играют. У нас коллективы приезжают. Я вот это люблю, когда заливают барабан водой, когда по нему бьют, и вода вот так. Да-да-да, прям шоу показывают. И завтра вот будет основная. Вань, давай я про другое шоу. Она стесняется спросить, да, напомню, что там Настя. Я и начну этот вопрос, собственно, с фразы «А Настя знает?» Потому что ты еще и основатель и директор женского барабанного шоу «Билл Проджект». Почему ты набрал женщин? Как я уже сказал, Настя со мной работает. Это и есть тот проект, в котором... В котором Настя участвует? Да, она хореограф, она танцор, она с девочками занимается танцами, учит их правильно двигаться. Ваня, Ваня, подожди, подожди. Это девочки, которые в такой вот красивой форме. Нет, нет, нет. С барабанами. Нет, нет, нет. Другие мероприятия? В локрематике? То есть, почему я создал женское барабанное шоу? Потому что я сам раньше участвовал в таких... То есть, работал в барабанных шоу и... Мужких? Да, то есть, в мужских. И так получилось, что я решил все-таки пойти по своему творчеству, по своему творческому пути. И просто вбил в Ютубе, в интернете, женское барабанное шоу. Их нет. И просто ничего нет. А если есть, это не то, что я хотел бы видеть. Ну, как выглядят? Скажи, это вот не так, когда они маршируют, играют? Нет, они танцуют. Они танцуют в стиле вог, в стиле вог. Они играют при этом ритмы, которые... То есть, сопутствуют этим жанрам. Они работают под музыку. Они танцуют и ламбады у меня. То есть, они в костюмах красивенькие. На них барабаны висят, эстетично стоят. Ой, ну заинтриговал, заинтриговал. Да, могут и промаршировать, маршем походить, поиграть. То есть, у нас и жестко, и мягко все. Ладно, Вань, девчонок мы увидим. Давай-ка сам. Зажги, друзья, мы с Ваней как раз потихоньку, да, так, прощаемся. И сейчас вот будет очень хорошо. Ваня, на прощание. Погромче, приемнички. Прощение, славянки, поехали. Погромче, ваня, на прощание. Погромче, приемнички. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну.